МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Быть ли физкультурно-оздоровительному комплексу в Лобне? Мнение о судьбе ФОКО выслушала моя коллега Лариса Панина. Собрание по строительству ФОКО в восьмой школе было немногочисленным, но при этом довольно горячим. Причиной жарких споров послужило то, что педагогический коллектив школы и его директор не были заранее ознакомлены с проектом и назначением физкультурно-оздоровительного комплекса. Не знали ответа на вопрос, в чьем ведомстве будет ФОК и каким образом школа сможет им пользоваться. Конечно, рада, что представлен проект здесь. Мы его первый раз видим. Школа первый раз видит его. Первый раз видит. И никто там не приходил, ни в кабинет, ничего не рисовал, ничего не показывал. Поэтому, возможно, такая реакция. Порядка 80-90% финансирования строительства ФОКОВ, а по Московской области в соответствии с программой губернатора их планируется возвести 50, берет на себя областной бюджет. Городские затраты будут исчисляться 10-20%. 38 миллионов рублей. Это не 190. Да и их еще нужно найти. И тем не менее, удача уже то, что город сумел обосновать необходимость строительства ФОКОВ в лобу. Боюсь, что если мы в ближайшие дни не определимся с земельным участком, мы можем вообще выскочить из этого проекта. Началась эта история еще в декабре 2012 года, когда в город приезжал региональный министр спорта. Были определены четыре варианта места расположения комплекса. Однако территория детско-юношеской спортивной школы оказалась недостаточно. Рядом с дворцом спорта еще есть надежда разместить комплекс с бассейном. Для установки ФОКО на стадионе «Москвич» пришлось бы строить дорогу со стороны улицы западной через гаражи, что обойдется дороже городской доли в строительстве ФОКО. Да и спортивный комплекс, который планируется для развития детского спорта, все-таки лучше строить в центре города, а не на окраине. Политика, значит, вот у нас Министерство спорта, да, и Министерство спорта России сейчас к чему склоняется? Спорткомплексы строят на территориях или рядом со школ, там основные дети. Они в школу ходят, они здесь вечерами болтаются. Учитывая не самые лучшие условия в городских школах для уроков физкультуры, ФОК разумно приблизить к учебным заведениям. Была же мысль о пристройках спортзалов к школам, так как территория школы номер 8 – самая большая из всех городских школ. При этом школьный стадион под открытым небом фактически изжил себя и требует обновления. Учитывая загруженность школы, вся начальная школа – это 560 детей – занимаются физкультурой не в спортзале, а в актовом. Учитывая также место расположения школы в центре города, было предложено рассматривать наиболее приемлемым местом для строительства ФОКа территорию этого учебного заведения. ФОК – это хорошо. Я согласна, что в городе должен такой ФОК быть. Но как умно сделать, это надо подумать, а не как просто вот так сейчас рубануть по плечу и отрезать. На собрании главный архитектор города Виктор Кустов представил проект ФОКа с универсальным спортзалом. Размеры здания 25 на 61 метр. 18 соток всего ФОК размещается, то есть остальные все 50 соток – это свободная территория. Это территория, где в соответствии со стандартами можно разместить стадион с полем для мини-футбола 42 на 24 метра, волейбольной площадкой, площадкой для тенниса, баскетбольной площадкой с установкой теннисных столов и гимнастических снарядов, круговой беговой дорожкой и полноценной четырехрядной дорожкой для бега на 100 метров с хорошим покрытием. На собрании свое мнение о строительстве ФОКа высказали жители близлежащих домов, родители учащихся, активисты общественных движений, строители, глава города и педагоги школы. Чем была хороша советская власть? Что ни у кого не спрашивали. Вот у кого спрашивали, когда строили эту школу? Пришли, построили и все, и пользуетесь. У нас в последнее время почему-то создалась тенденция. Как только что строить, все против. Мы начинали строить в 90-х годах дворец спорта. На нас с вилами, с топорами кидались. А наши огороды здесь, а мы по морю помьем с голоду. Построили дворец спорта. Смотрите, какой красавец стоит на всю область, на весь мир. Заговорили строить досуговый центр. Все против. Воздуху мало будет. Теперь опять против. Ну почему так? Это же все для детей. Это же все для города. Я не знаю, почему есть противники этого строительства. Я, например, имею внуков, правнуков уже имею. И думаю, что только для них будет польза, если что-то в городе общественное построится. Спасибо. Конечно, мы рассчитываем на то, что там будут заниматься не только восьмая школа. Но я могу вам сто процентов сказать, что приоритет будет в восьмой школе. Насчет оплаты. У нас дворец спорта сегодня используется. У нас более сорока миллионов рублей сегодня стоимость муниципального задания. Больше сорока миллионов рублей. Это дети занимаются все бесплатно. Но ему надо жить. Понятно. И у них есть ряд услуги, которые являются платными. Я еще раз заверяю при всех, при вас и на телевидении, что восьмая школа здесь не на йоту не пострадает. Я считаю, что строить надо. И нечего тут особенно думать. Это все равно для наших детей. Платы, платы будет там много. Все равно мы идем к тому, что у нас сейчас все платное. Непонятно, что это будет за фок. Можем мы и пользоваться. Если ничего совершенно не понятно. Это надо сесть в кабинете где-то в Тихо и объяснить, в чьем ведомстве будет этот фок. От чего будет зависеть как заочек по расписанию. Как я буду зависеть от этого фока. То ли они от меня будут плясать. То ли они мне будут предоставлять какое-то время. На сегодняшний день я могу сказать, что это большой подспорье будет для жителей. Потому что в настоящий момент жилье в этом микрорайоне строиться не будет. Источника финансирования такого объекта просто его не будет. И я, например, хорошо поддерживаю и горячо буду поддерживать данный проект. Но с учетом, в первую очередь, интересов учреждения, общеобразовательных школ. Я хочу призвать педагогический коллектив в том, что руководство города никогда не было против образования. Оно всегда только идет нам на уступки и делает все, чтобы нам было лучше. И вы вот просто немножечко вам надо сесть и осознать, может быть, вместе с Виктором Александровичем весь этот проект, ему подсказать. Еще ничего не начато. Как лучше? Что сделать лучше? Где какой лучший проект? Какую лучшую площадку? Чтобы одновременно было волейболы, баскетболы. Что там еще? Понимаете? А вот то, что уже сказали, это действительно нам большой плюс и подспорье. Среди основных вопросов, которые предлагалось решить общими усилиями, рациональное размещение уличных спортплощадок, не ущемляющее интересы школы и детей. Обустройство лыжной трассы, ибо до шестого класса учащиеся занимаются физкультурой в пределах школьной территории. Необходимо предусмотреть размещение на территории школы трех зон – физкультурно-оздоровительной, зоны отдыха и хозяйственной. Определить условия использования ФОКа школой номер восемь, не ущемляющей интересов школы. ФОК по программе губернатора – это прекрасный подарок и значительная поддержка развития детского спорта. Да, мы радовались открытию первой баскетбольной площадки, подаренной школе, компанией «Металлпрофиль». И тогда это был прорыв. Но сегодня детям нужны современные крытые стадионы и не менее современные уличные. Да, я понимаю, что этот стадион изжил себя уже все. Хотелось бы современные стадионы, как на базе третьей школы, как на базе четвертой школы. Восьмая школа всегда была лидером в любых городских начинаниях. На базе нашей школы, как бы нам ни было трудно, создавался коллектив танцевально-кореографический, карнавал, который сейчас является заслуженным и находится в чайке. На базе нашей школы начал свою работу Илюшинов, которого не пустили ни в одну школу. И учитель года восемь лет на базе этой школы шел. Как нам ни было трудно. Городская секция по баскетболу, футбол, который не входит в спортивную школу. Больше 20 лет на базе нашей школы занималась секция городского футбола. Весь спецколлектив, и я лично обожаю спорт, обожаю спортивно-барные танцы и хочу всегда, чтобы дети чем-то занимались. Новое всегда настораживает. Но думается, что город и школа совместно смогут принять правильное решение с учетом интересов детей. Лариса Панина, Алексей Орлов, Дмитрий Жуков, Михаил Жуков. Для программы Акцент.